Всем привет, с вами Priya. Видосик прямо из альфы, не нужно чекать никакие сайты, не нужно ничего абсолютно чекать с целью того, чтобы посмотреть игровую информацию. Хоть я и нахожусь в Баралусе, в давно забытой локации, но мы прекрасно можем посмотреть абсолютно все профессии и глянуть абсолютно все нововведения, которые есть на текущий момент времени. Мы можем посмотреть, какие интересные шмоточки делаются, какие интересные свитки имеются у начертателей и все такое прочее. Видосик примерно минут, мне так кажется, на 30, но вы все по итогу и так увидите, когда видос откроете. Запаситесь терпением, запаситесь с ясными припасами и готовьтесь смотреть видосик, внимать информацию. Начнем с тех профессий, которые у меня сейчас на ДК имеются, то есть кузнечка и инженерка. Ну далее, само собой, я их сброшу, потому что зачем они мне нужны? Или не сбрасывать? Да сброшу, а как иначе? Кузнечное дело. Собственно, что у нас имеется? Различные крафты, башмаки, башмаки, наручи, поясок, кераса, наголенники, на плечи, рукавицы, кераса, эгида, башмаки, наручи, наголенники, шлем, эгида. Все они абсолютно одинаковые по своей модельке. То есть, если мы примерим эгиду из греха стали, то эгида ночной чаще будет точно такая же по своему масштабу, по своей иконке и по своему внешнему виду. Предмет для 21-го левела и item-левел этой вещи 52-й. Довольно-таки маленький, довольно-таки низкий. Квестовая зеленка, например, в Shadowlands 90-го, 80-го item-левела. Дополнительные реагенты. 9-0, blacksmithing, modified, crafting, реагент 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7 и 0-8. Почему-то делается из старых реагентов. Непонятно почему. Также непонятно, где это использовать. Мол, типа написано, используется для ремесел, но нигде абсолютно в крафтах я это не увидел. То есть, для чего, зачем, почему, пока что еще не ясно. Версия ранняя, может это вообще удалят в скором времени. Но, как говорится, мы тут были, мы все видели. Отмычка также присутствует новая, дистритовая, которая позволяет отпирать замки. Отмычка одноразовая, имеется пометка. Далее реагенты. Крафтит реагент 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7. Это весьма интересно. Скорее всего, у меня есть предположение, что это реагенты, которые добавляются просто в различные вещицы для крафтов. Для чего они добавляются? Ну, чтобы были всякие интересные вот такие бонусы. По типу плюс одно гнездо. По типу плюс какой-то эффект. И что-то типа такого. Не все опять же прописано, не все реагенты указаны. Тут вот, например, я кликнул на третий плюсик, и нету абсолютно ничего. Почему нет? Вопрос весьма хороший. Слиток рэбия, который делается абсолютно из всех рут, которые только присутствуют на территории Shadowlands. И также элитиевая оправа, которая скорее всего потребуется ювелирам. Также есть специализированные доспехи, легендарные. Что-то говорили о том, мол, типа мы будем улучшать легендарные какие-то предметы, мы их будем откуда-то добывать, мы с ними как-то будем работать. Но то, что как они сейчас представлены, мол, типа просто крафтятся, и на этом все. Ну, слабенько, мягко говоря, хочется видеть что-то реально легендарное, потому что крафт легендарных итемов это уже давно пройденная тема. Нужно что-то реально легендарное. Также имеются крафты различных пушечек. Жнец ночной чаще. Ну, моделька такая же, как и у самой обычной култиросовской пушечки. То есть ничего такого нового. Жнец из греха стали имеет, например, такую же модельку. Топоры, копья, различные заточки, рапиры, булавы, клинки и все такое прочее. Что самое интересное, имеются различные улучшения по типу грузила и точила. Тот, кто качал кузнечку давненько, классическую, прекрасно знает о механике грузил и точил. Ну, или тот, кто, например, в классику сейчас играет. То есть они там широко используются, особенно вот с такой иконкой. Так что возвращаются бафы на оружие. Это весьма интересно. Кузнечка становится полезной профессией за счет данных итемов. Это реально классно и замечательно. Пока что насчет кузнечки все. То есть обычные крафты брони, какие-то улучшения для этих вещей, которые можно крафтить и давать им дополнительные свойства. Ну и крафты легендарок пока что без стад. Но поживем и увидим. И в будущем, само собой, надеюсь, эти вещи станут реально легендарными. Инженерное дело. Инженерное дело заимело три интересных поясных улучшения. Первое. Возвращатель урона. Прикрепляет к поясу устройство, при активации которого вас окружают удерживаемые магнитным полем небольшие клинки, носящие урон нападающим на вас противником. Это полезно для танков, это полезно при прокачке, это дополнительный дэмэдж. И довольно-таки, я думаю, приятный по своим числам. Еще вопрос, сколько действует этот баф и какое у него кд. Очень хочется узнать об этом информацию, но в будущем, само собой, я думаю, этот возвращатель урона себя еще проявит. Переключатель измерений. Прикрепляет к поясу особое устройство, позволяющее получить эффект невидимости вне боя. Это весьма интересно с целью того, чтобы просто-напросто пройти мимо мопчиков, которые нам неприятны. Ну и не придется использовать зелье невидимости. Электропрыг прикрепляет к поясу миниатюрный генератор червоточины, позволяющий мгновенно телепортироваться на небольшое расстояние. Ну, микропрыжок, например, для ДК это полезно, у ДК проблемы имеются с мобильностью. Например, юзнув этот электропрыг и прыгнув в нужную какую-то точку, можно неплохо-то так ускориться по сравнению с другими участниками группы. Выглядит, конечно, круто, на словах это реально классно, но что будет на деле, вопрос хороший. Также имеются различные дополнительные реагенты, которые в будущем себя проявят, которые нужны для каких-то крафтов. Имеются три бомбочки. Прыгающий взрывун, который отскакивает до пяти раз, наносит дэмэдж мобам. Имеется святая граната Андервельда, которая наносит урон от светлой магии, то есть нет какого-то ограничения по типу существ, которых просто-напросто пробивает эта граната. Также есть теневая мина. Мы ставим мину, и мобы получают дэмэдж, еще и назад отбрасываются. Это интересно вполне. Устройство. Одноразовые эктоплазменные очки. Использование вы видите тех, кто находится в темных землях. Зачем? Для чего? Непонятно. Но окей, у меня есть небольшое предположение. Все-таки Shadowlands это зона, богатая духами. Там есть различные умершие ключевые мобы. Различные боссы, различные короли и все такое прочее. Быть может, есть какое-то достижение, которое требует поиска абсолютно всех этих мобцов. И как раз-таки эти очки помогут в этом поиске. Поживем, увидим. Самый обычный и привычный генератор червоточины, который позволяет телепортироваться в случайную область темных земель. Далее. Душесков. Какое-то item, не знаю, устройство. Пока что еще в рамках альфа-теста. Никакая опция ему не прикручена. Портативный генератор черных дыр. Открыть сингулярность, затягивающую в себя противников в области действия. Ну, это, наверное, просто-напросто портативный вихрь Урсола для всех. То есть, у друида есть заклинание, называется Вихрь Урсола. Возможно, этот генератор делает такую же функцию. Будет интересно его поюзать. Телепортер ближнего действия. Мгновенная телепортация в случайном направлении. Возможно, неожиданные последствия. Под этими последствиями, мне кажется, может нас подкинуть в воздух или что-то типа такого случится. В общем, неприятная, наверное, вещь будет по своему использованию. Установка рекалибровки Таргаста. Неиспользуемый item по типу, как и Душесков. Но, опять же, это пока что. Далее. Планеры. Набор для сборки Малдраксовского планера. Камнерожденных. Кирий. И Ночного Народца. Отличается руда, которая используется в крафте, как вы могли заметить. Ну и, наверное, разные просто модельки этих планеров будут. Это довольно-таки неплохо. Крафтовые очки. Они были всегда и они будут всегда. Item лавел у них маленький пока что. Но это хоть что-то. Это реально хоть что-то. Я думаю, в будущем этом лавел у них повысится. Статы у них станут больше. Само собой. Есть тканевые, кожаные, латные и, конечно же, кольчужные. То есть, абсолютно все типы доспехов учитываются. Детали. Горсть лестритовых болтов. Делается из листритовой руды. Все-таки давайте правильно ее произнесем. Лестритовая руда. Горсть лестритовых болтов. Да, абсолютно верно. Пористый полировочный абразив. Реагент, который используется для различных крафтов. Из пористого камня делается. Далее пружина. Из листритовой руды. Далее редуктор. Он используется в каких-то крафтах. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, используется в различных интересных крафтах. Имеются два прицела. Первый. Инфразеленый реактивный прицел. Второй. Оптический увеличитель цели. Эффекта пока что никакого абсолютно нет. Юзается на 45-м левеле. Но что нам это дает? Просто крепится прицел. Что дает? Непонятно. Ну, написаны три точки. В будущем, я уверен, появится какой-то текст, который будет говорить о бафе от этого прицела. Ну и, само собой, две крафтовые пушечки. Можно их даже примерить. Но я вам скажу заранее, моделька у них одинаковая. То есть, ничего уникального, ничего интересного в этих бластерах не имеется. Самая обычная дворфийская пищаль. Все же мне немножко стало жалко сбрасывать с ДК профессии прокаченные. Поэтому тот монах, который использовался для стрима, тот монах, на котором была пройдена стартовая локация Остров Возгнанников, сейчас себя проявит. Так, начертания. Посмотрим, что тут новенького. Чернила зеленого качества, чернила белого качества, две штучки. Далее, дополнительные реагенты. Слово «власти». Дополнительный реагент повышает уровень изготовленного предмета доспехов. Ага. Помните, я открывал плюсики, которые были на кузнечных вещах? Вот, похоже, можно эти свитки вталкивать именно в эти вещицы, всовывать. Слово «власти 2» повышает уровень изготовленного предмета на 10. Третий непонятно, насколько повышает. И четвертый тоже непонятно. В целом, начертания выглядят интересны за счет этого. То есть, можно будет какие-то крафтовые, высокого этом левела вещицы делать и высылать их на твинков. И твинки будут чувствовать себя очень хорошо. Кодекс спокойного разума, который позволяет абсолютно всем рядом находящимся игрокам менять свои таланты, само собой, из новых чернил. Полиант обычный, который одному человеку позволяет менять таланты. Писание, расхищение гробниц. Ну, это самый обычный свиток, который позволяет открывать запертые двери и сейфы. Также карты «Новолуния» имеются, 5 типов различных. То есть, нам требуется чистая карта из колоды, какой-либо, и чернильцы требуются. Карта «Новолуния смерть» позволяет нам изготовить случайную карту «Новолуния» из колоды «Вознесение, искупление, макабра» или «Возрождение». Время от времени изготавливает пустую карту, из которой можно сделать случайную для выбранной колоды. То есть, чистая карта — это какой-то рандомный прок, который позволяет сделать еще одну карту какую-то из какой-либо таргетной колоды. Звучит интересно. Вантийская руна «Замок Нафрия». Ну, тут все понятно. Самая обычная вантийская руна. Посохи. Посохи мы примерим, конечно же. Вот он, посох под названием «Колонна искупителя». Вот он, шпиль искупителя. Вот «Колонна хранителя душ». Это «Колонна хранителя душ», если что. А вот он, шпиль хранителя душ. По-моему, такой посох уже где-то был. Могу ошибаться. Предметы для левой руки также имеются. Кодекс «Смертельные клятвы». Книжка, по идее. И фолиант «Новоушедших». Иконка, как будто сыр какой-то прогнивший. Ну, вот она, эта книженция с закладками какими-то интересными. Также массовое измельчение новой травы. Беладонна – это редкая трава, судя по качеству ее. Также есть «Вдовоцвет», «Костяной корень», «Славолист», «Смертоцвет» и «Факел дозорного». Такие вот новые травушки-муравушки имеются в Шадоуленте. Рассмотрим алхимию. Духовное противоядие требует колбу и два экстракта «Смертоцвета» и «Свечи дозорного». Также есть «Котел», который делается из 8 настоев силы и 10 экстрактов «Беладонны». Ну, такой довольно-таки дорогой крафт. Мы знаем то, что «Беладонна» – это редкая трава. И настои все-таки делаются из большого количества травы. Вот только почему настои силы дает мне ловкость? Вопрос реально хороший. Также зелья присутствуют. Просто быстренько их пролистаю, сами абсолютно все глянете. Исцеление, наману, зелье омоложения, божественного пробуждения, духовной ясности, жертвенной аниме. Ух ты! Закаленных теней, призрачного интеллекта, выносливости, ловкости, силы, зелье смертельной фиксации, зелье усиления экзорцизмов, довольно-таки интересное. И ластовое зелье фантомного огня. Также сами настои представлены. Настой духовной выносливости. То есть, одна редкая травушка и четыре обычных. Ну, в целом, не так-то и много. Призрачный настой силы уже требует побольше реагентов, но он сильнее похоже. Также у алхимика имеются дополнительные реагенты, с помощью которых можно делать на вещи какие-то дополнительные эффекты. По типу. Позволяет изготовленным предметам продлевать действие настоев. То есть, если рассмотреть ту кузнечную вещицу, и если вставить вот это вот улучшение, то если я выпью настой с одетой этой вещицей, с надетой вещицей, то по итогу настой будет длиться чуточку дольше. Вопрос, насколько. Также 0.2. Время от времени повышает ловкость носителя. Реагент 0.3. Повышает силу носителя. 0.4 интеллект. 0.5 продлевает эффектов сытости. 0.6 непонятно. 0.7 тоже непонятно. 0.8 тоже непонятно. Масло бальзамировщика. 0.5 применяется к оружию, после чего ваши атаки и заклинания могут восстановить вам здоровье. 0.5 при полном запасе здоровье дает щит, который существует в течение 15 секунд и поглощает урон. 0.5 время действия 10 минут. Это круто. Это реально классно. Профессии выходят на новый уровень. Появляются бонусы. У кузнечки – точила. У алхимии – масла. Это замечательно. Далее масло теневого ядра. При применении к указанному оружию ваши атаки и заклинания в течение 10 минут могут нанести дополнительный урон от темной магии. 0.5 экстракт белодонны. Ну это просто как реагент идет. 0.5 вдова цвет. 0.5 костяной корень. 0.5 свеча дозорного. 0.5 словолист. 0.5 и смертоцвет. 0.5 самые обычные реагенты. 0.5 трансмуты имеются. 0.5 куча руды, куча руды, куча руды, куча руды, куча руды, куча руды, куча руды. Ну, не прописано еще пока, что касательно трансмутов. Но это примерно трансмутации из легиона, где один реагент можно было просто-напросто крутить в другой. 0.5 духовный алхимический камень. Ну конечно, куда же мы без тринкетов в алхимии? Ну, тринкет пока что малого этом левела, но можно просто глянуть, какие интересные реагенты он требует. 0.5 зелье духовной чистоты, которая позволяет снять абсолютно все негативные эффекты. 0.5 зелье призрачной быстроты, которая позволяет нам дать спринт в облике духа. Это весьма интересно. 0.5 зелье скрытого духа. Это зелье на инвиз. 0.5 ну и зелье сумеречного зрения, которое позволяет нам обнаруживать незаметных существ. В целом алхимия выглядит очень интересно. Масло, различные вот эти modified crafting reagents. То есть алхимия выходит на новый уровень. Да и вообще профессии все абсолютно в целом. Но также мы помним о том, что фласочки, оушены, которые создаются алхимиками, очень полезны в момент старта рейдинга. То есть, например, если взять алхимию, то алхимия хорошо себя проявит. Следующая профессия, которую мы рассмотрим, это ювелирное дело. Композиция самоцветов искусности, смертоносности, стремительности и универсальности. Можно вставить в гнездо или использовать как дополнительный реагент. Второстепенная характеристика изготовленного предмета гарантированно повысит стату. Так, еще раз. Можно вставить в гнездо или использовать как дополнительный реагент. Все, я понял. То есть, можно в виде вот этого плюсика использовать на крафтовых вещицах, либо эту композицию самоцветов можно использовать как обычный сокет. То есть, у нас есть некий выбор. Дублет искусности, дублет смертоносности, дублет стремительности и дублет универсальности. Дублет — это число 2. Теперь для того, чтобы скрафтить какой-то сокет на статы, нам потребуется 2 камушка. То есть, например, яростное око и черносин. Для того, чтобы сделать камушек на искусность. Само собой, он дает больше стат, но так как я на монахе 10 левела, он дает всего лишь 1 стат, 1 искусность. Ободряющий дублет. Уникальный, использующийся. То есть, его можно вставить только одну штучку. Периодическое восполнение 100 единиц здоровья за каждый самоцвет темных земель, которым инкрустирована ваша экипировка. То есть, чем больше в нас сокетов из темных земель, тем больше периодическое восстановление от этого ободряющего дублета. Но зачем? И так вроде бы проблем со здоровьем не имеется. Но да ладно. Широкий дублет. Скорость повышена на 1 единицу за каждый самоцвет. Ну, это хотя бы какой-то боевой стат. И чем больше у нас сокетов, тем лучше этот камушек себя будет раскрывать. В целом интересно. Тут у нас массовое измельчение руды. Греховировая руда. Это редкая получается. Листрит обычная. Оксиин. Редкая руда. Соленид редкая. Федрит тоже редкая. И элетий. Какая-то вообще редкая-редкая руда. Элитиевая руда. Интересно. Также присутствует Modified Crafting Reagent. Ну, это на будущее просто добавленные, прописанные строки крафта. Скорее всего, пока что они еще не раскрыты для нас. Вот мы и добрались до самого интересного. Крафтовые вещицы ювелиров. Обычно они очень хороши по старту дополнения. И посмотрим, что конкретно тут нам предложено. Ожерелье смертоносности. Крит. Сокет. Все замечательно. Но только item level маленький, но я думаю, его поднимут в ближайшее время. Далее. Ожерелье стремительности. Универсальности. И ожерелье искусности. Также имеются слабенькие ожерелья, которые, например, для прокачки будут неплохие. Ну, для твинков. То есть они зеленого качества. В них также имеется сокет. Ну и они дают некоторое количество стат. Вот искусность, крит, скорость и универсальность. Также имеются кольца, которые тоже с сокетом и в целом аналогичны. Вот оно на крит. Колечко. На скорость. На универсальность. На искусность. Это зеленое кольцо на искусность, зеленого качества. Тут палец. Что он там был? На крит. Это палец на скорость. Это палец на универсальность. Ну и также есть какие-то легендарные подобия итемов. Но что-то пока что непонятно, для чего они добавлены. Как с ними далее работать и все такое прочее. Да, мы это уже видели в кузнечке. Но что там получается? Как-то эти легендарные итемы будут улучшаться в башне проклятых. Если мы изначальную версию легендарного итема крафтим в профессии, а потом улучшаем в башне, то в целом это хорошо. Но если это уже будет готовая легендарка с каким-то крутым классным эффектом, то ну и ее как-то не хочется так легко лутать легендарочки. Дальше наложение чар. Ступни. Теперь они будут чариться боевым статом. Ловкость. Плюсом. Далее. Повышение скорости передвижения после убийства противника. И повышение, опять же, ловкости. Я надеюсь, это не все чарки, потому что как-то уж слишком много чарок на ловкость. Целых две. А где на силу? Где на интеллект? Где на... Силу? Где на интеллект? Почему их нет? Чары для наручей. Плюс интеллект. Тут реген хп после убийства противника. Тут тоже повышение интеллекта. Окей. Если все-таки так оно и остается, то тогда те, кто использует стат в виде интеллекта, будут чарить наручья. Те, кто использует ловкость, будут чарить ступни. Интересная механика. Хорошо. Идем дальше. Нагрудник. Наложение на нагрудник чар, повышающих силу или ловкость. Также позволяющим вашим автоатакам и автоматическим выстрелам иногда наносить дополнительный урон от темной магии. Вечные границы. Увеличение интеллекта на 2 и увеличение максимального запаса маны. Ну, интеллект на 2, а цифры мы не смотрим. Мы смотрим то, что повышение интеллекта. Вечные характеристики. Повышение всех характеристик. Вечный бастион. Увеличение брони. Повышение ловкости. Всегда выбирается наивысшая характеристика. Сила или ловкость, то есть. В зависимости от вашего класса. Далее. Священные характеристики. Повышение всех характеристик. Но чуть-чуть. Далее. Чары для плаща. Повышение выносливости. Далее. На плащ. Повышение выносливости. И скорость передвижения на 2%. Хм. Где-то мы уже видели примерно такую чарочку, которая повышала скорость передвижения на 2%. Ну да ладно. Повышенное избежание. Увеличение выносливости и избежания. Повышенное самоисцеление. Увеличение выносливости и самоисцеление. Чары для перчаток. Повышение силы. Увеличение сбора ресурсов. Скорость сбора ресурсов в темных землях. И увеличение силы на чуть-чуть. Также присутствуют различные итемы по типу Modified, Crafting, Reagent. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 и 0.8. Также реагенты. Особые, интересные. Зачарованная могильная кожа, которая, например, будет использоваться кожевниками. Далее. Зачарованный брусок мрачного железа. Он был в кузнечке. Я как-то не особо на это внимание обратил. Зачарованный сумеречный шелк. Ну, парняшку мы еще не рассматривали, так что я запомню этот итем. Также чары для кольца. Плюс искусность, плюс крит, плюс скорость, плюс универсальность. Ну, а тут по чуть-чуть. Искусность, крит, скорость и универсальность. То есть, есть чарки слабенькие, есть чарки посильнее. Догмат это посильнее, сделка это послабее. Раскалывание присутствует. То есть, кристалл вечности дробится в три синих кристаллика. Священный осколок, синенький, дробится в три пыли беленькой. Далее, жезлы. Можно примерить их, посмотреть, как они выглядят. Такая вот интересная палочка. Вечный сумеречный жезл. И зачарованный сумеречный жезл. Отличается цвет и все на этом. Чары для оружия. Наложение на оружие чар, выпускающих при применении исцеляющих способностей и заклинаний, расходящуюся во все стороны волну целительной энергии. Но это для хилов чарка. Далее, греховное откровение. Позволяет вашим атакующим способностям и заклинаниям поражать цель эффектом, делающим цель уязвимой к урону полученного типа. Ну, то есть, например, бьем мы только природой. В итоге накладываем эффект, который позволяет цели получать больше дэмэджа от природы. Интересно. Небесное наставление. Время от времени, повышающих вашу основную характеристику. При атаке или использовании заклинаний или способностей. Так как я на монахе, поэтому написано ловкость. Само собой, если я зайду на какого-нибудь дэка, будет написано сила. Неутомимость перерожденных. Время от времени, повышение эффективности получаемого исцеления при получении урона. Ну, это для танков, само собой. Сумеречная сила позволяет вам иногда выпускать перед собой волну темной энергии при использовании атакующих заклинаний или способностей. Это на какие-то кливы, на какое-то АОЕ, скорее всего. Интересная, хорошая чарка, наверное, еще и красивое. Партняжное дело. Modified crafting reagents. Улучшенный ремесленный реагент. 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5. Без изменений. То есть ничего не прописано абсолютно. Кирийские доспехи. Ну, давайте примерим. Может, хотя бы они отличаются немножко друг от друга. Клобук, мундир, плащик, ремень. Все. Оделись, допустим. Теперь надеваем доспехи ночного народца. Изменятся ли они? Нет. Просто без изменений. Вообще ноль. Ну-ка, если шлем. Где он тут? Клобук. Да, без изменений. Доспехи некролордов будут выглядеть точно так же. Правильно? Да, все правильно. Минтиров. Ну да, пока что точно так же. Даже самый обычный доспех, капюшон из сумеречной ткани, который не привязан к какому-либо ковенанту, он тоже такую же внешнюю модель имеет. В него можно добавить три реагента интересных, дополнительных, которые как-либо увеличат статы. Вот она композиция самоцветов, которые мы уже рассмотрели. Вот они, различные слова власти. Вторые, третьи, четвертые, первые. И так же камушки с кузнечного дела. Вот оно все встало на свои места. Это хорошо. Мы хотя бы разобрались с этим. Легендарные поножи тут что-то делают. Легендарные сандалии. Ну, что сказать? Ну, скрафтим, скрафтим. Если будут улучшаться в башне Таргаста этого, в башне проклятых, то будет замечательно. Не помню, как она правильно называется. В башне проклятых, по-моему. Тогда будет замечательно. Если это будет готовая легендарка уже со всеми-всеми эффектами, это будет неинтересно. Также есть бинты. Бинты из сумеречной ткани и плотные бинты из сумеречной ткани. Вот он, кстати, реагент этот используется. Зачарованный сумеречный шелк. Имеется связь между профессиями. Это не может не радовать. То есть алхимия связана с какими-то профессиями тоже. Наложение чар связано с кожевничеством. С партняшкой делает особые зачарованные сумеречные вещи. Ну, вот конкретно тут, например, зачарованный сумеречный шелк, который нужен для крафтов. Откуда его возьмет партняшник? Только купит у наложителя чар. То есть связь между профессиями, это всегда классно. Это не может не радовать. Последняя основная профессия, которую мы рассмотрим, это кожевничество. Что у нас тут есть? Материалы. Толстая могильная шкура делается из 10 шкурок. Обычная могильная кожа делается из 10 обмоток из могильной кожи. То есть как будут лутаться обмотки? Если у вас маленький навык снятия шкур, то вы их потом объедините в одну кожицу. Толстая могильная кожа также присутствует, делается из 10 могильной кожи. Что еще тут есть? Изготованный мастером кожаный доспех винтиров. Добывается игроками с навыком снятия шкур в Ривендрете. Для чего зачем? Ну, я думаю, увидим далее в крафтах. Дальше кирий, некролордов и ночного народца. Также есть вот этот крафтинг модифай реагент. Да, абсолютно верно. Модифай, это крафтинг реагент. Так именно я и сказал. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. В будущем, я думаю, всем этим ремесленным реагентам будет дан какой-то бонус. Но пока что у них никакого бонуса нет. Это первый билд альфы, стоит помнить. И очень много пробелов в профессиях имеется. Но основной концепт профессии уже в целом ясен. Могильная шкура делается из 10 кусочков могильной шкуры. Ну, то есть, все так же, как и с обычной могильной кожей. Накладки имеются. Что это у нас тут интересное? Укрепляет нагрудник, поножи, перчатки, обувь, усиливая броню на 2 часа. Вау! То есть, раньше такие итемы вешались постоянно на вещицы. А теперь это только временный бонус. То есть, у кожевников он тоже имеется. Как и у алхимиков, как и у кузнецов. Замечательно. Барабаны. Очень много шумихи насчет барабанов в текущий момент. Да, их понерфили. Да, теперь они дают 15 всего лишь процентов. Вместо 25. Увы. Крафты. Легендарный предмет. Наплечники. То есть, вот они текущие на мне, какого вида, сами видите. Вот примеренные наплечники. Ну, у них пока что старые еще модельки используются. Тут что получается? У них даже описание есть. Доспех. Искусные работы, которые можно усилить с помощью кузни рун. То есть, все эти легендарные предметы будут усиливаться с помощью кузни рун. Замечательно. Классно. Круто. Ну, иначе тут не скажешь. То есть, крафтить какие-то готовые, мощные, легендарные предметы, это было бы скучно. А тут мы крафтим заготовку. Дополнительный реагент. Ну, тут какой-нибудь свиточек можно вставить, который даст определенный какой-то эффект на плюс броню и на что-то, наверное, еще. Ну, пока что на первый и второй левел ничего не прописано. Увы. Также шлем. Я буду примерять, но мы прекрасно понимаем то, что это старые модельки абсолютно все. Батфорты, запястье, поясок. Ну, да, это старые модельки, конечно. Аналогично все имеется с кольчужными вещами. Примерю их. Но мы прекрасно понимаем то, что это пока что еще вещицы старого вида. Когда они обновятся, не знаю, вопрос довольно-таки хороший. Ну, даже такая броня выглядит неплохо. Такого я обманываю. Такой себе сет. Тут у нас обычные вещицы. На плечи из могильной кожи. Требует могильную кожу. Шлем, жилет. Тут кольчужные вещицы. А тут винтирские пошли вещицы. Они как-то отличаются? Нет, они никак не отличаются. Увы. Тут винтирские кольчужные. Тут кирийские кожаные. Тут кирийские кольчужные. Тут получается на плечи некролорда. Тут получается на плечи ночного народца. На плечи некролордов. На плечи ночного народца. Оружие. Вот, дошли до самого интересного. Лук. Самый обычный лук То есть ничего такого прям уникального в нем нет Далее Одноручное кистевое О, какое оно красивое Свечение кайфовое, реально кайфовое Я думаю, много кто его захочет себе в трансмагрификацию Особенно какие-нибудь монахи Арбалет Самый обычный, ничего такого привлекательного Одноручное кистевое по типу перфоратора, которого крафтили давненько еще и ювелиры Хотя могу ошибаться Арбалет, делающийся из кожи Кастет Одноручное кистевое Ну тут вообще простенький Два клыка и поехали в бой Композитный лук Самый обычный лук То есть ничего такого примечательного И одноручное кистевое Оружие в виде цестуса Также имеется предмет для транспорта Удобный конский доспех Снарядите этим предметом свой транспорт Чтобы получить защиту от головокружения Пока вы находитесь на нем Не работает на аренах и полях боя Это постоянный баф Как я правильно понимаю То есть у него не указано время действия И его можно накинуть Снаряжение всех маунтов абсолютно Это будет постоянный бонус Ну то есть когда мы открываем вкладку транспорта У нас там есть иконка И в нее можно абсолютно любой итем закинуть С целью того, чтобы получить какой-то определенный бонус По типу то, что вас не сбросит с маунта Вы можете ходить по воде И все такое прочее Специально выключил вебку Чтобы вы могли увидеть эту иконку Потому что мало ли Вдруг кто-то не в курсе Вдруг кто-то в Warcraft в текущий момент не играет И не знает об этом нововведении Вот и все о профессиях абсолютно рассказано Я думаю какую-то там кулинарию смотреть Ни к чему абсолютно Ну имеются там новые крафты Да и пускай имеются Там по-любому будет такая же обычная еда На скорость, на крит, на универсальность На все такие прочие вторичные статы Какой же все-таки обманщик На самом-то деле тут есть интересная еда И она достойна разбора Да, также имеется еда на все статы Имеется еда, которая просто хилит нас Вот она Имеется еда, которая бафает Крит, Хаст, Мастери, Стамину и Версу Имеются угощения В двойном формате Ну они пока что реагентов не требуют Но в будущем начнут требовать реагенты Уникальная еда Вкладка ее Пища для души Андервельд Зоун Вич Восполнение ХП По истечении 10 секунд Персонаж насыщается И получает бонус К скорости передвижения На 10 секунд Когда находится рядом с животным В Андервельде Также имеется особый бонус Участники Ковенанта Ночного Народца Получают бонус К скорости передвижения Если находятся рядом с убитым животным Это довольно-таки интересный бонус Который Ну хоть как-то поможет при прокачке Далее Бастион Зоун Вич Восполнение ХП И по истечении 10 секунд Персонаж насыщается И автоматически левитирует Находясь в бастионе Участники Ковенанта Кирий Могут планировать Когда падают В принципе Это очень полезно И поможет спускаться С каких-то гор особых Но Мы знаем о том Что есть прекрасный тринкет Под названием Гудящая чешуйка черного дракона Которая тоже позволяет левитировать Так что Выбор за вами Далее Хелс энд мана Реген Вич Ну самый обычный реген В момент Поедания этой пищи Но также В течение часа Каждые 5 секунд Мы хилимся на 1000 хп Каждые 5 секунд Всего у моего Анхоли ДК 29000 хп То есть При 133 этом левеле Ну я считаю Это Хороший реген В целом Дополнительный К тому же Далее Малдраксус Зон Вич Поезд В течение 10 секунд Персонаж Насыщается И получает бонус Действующий В Малдраксусе Участники Ковенанта Некролордов Получают Усиленный эффект Усиленный эффект От чего На самом-то деле Вопрос Хороший То есть На что идет увеличение Для чего Почему От кого Для кого Какие еще Можно вопросы Интересные задать В общем Непонятно Насчет эффекта Ну Поживем Увидим Посмотрим В будущем Какой эффект Напишут Далее Пургент Соул Пинвилл Иконка Как у Таинственного мяса Которая имеется В Классике Какие-то Крафты Интересные Из какой-то Пыли Соли Из рыбок Что-то делается Эффект На самом-то деле Простой В тот момент Когда мы атакуем То периодически Может произойти Дыхание Которое Дамагает 504 единицы От сил природы По мобам Которые находятся Перед нами Ну Аналоги Такой еды Уже Имеются Часто ли они Используются По-моему Не особо Далее White Hounds Take on A ghostly Appearance Что мы получаем Непонятно Какая-то Интересная Еда Сама по себе Малость Непонятная То есть Мы получаем Какую-то Способность Душевную Способность Духа Интересно Звучит Посмотрим На практике Далее Rivendred Zone Witch По истечению 10 секунд Персонаж Насыщается И его самоисцеление Увеличивается На 21 единицу На 1 час Я могу Как-то Глянуть Касательно Самоисцеления Инфу Самоисцеление Ну например 15 единиц Дает 2% Почти 2% Тут Ну можно сказать Будет прям Целых 2% Дополнительно Нормально 2% Самоисцеления Лишними Никогда не будут Последняя еда Дает нам Баф После того Как мы 10 секунд Ее покушаем На увеличение Скорости После Убийства Мопца Вот только вопрос Хороший Скорость Передвижения Или скорость В виде Боевого стата Мне кажется Скорость Передвижения Потому что Если бы мы получали Скорость В виде Боевого стата Ну это было бы Очень сильно Так что Кулинария Она тоже Имеет место Быть в этом Видосике Вот теперь уж Точно все Всех вам благ Счастья Здоровья Берегите ноги Мойте руки С радостью Готов обсудить С вами различные Интересные вещи По профессиям Не забывайте О ссылках в описании До скорого